ВОЗДУХ 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 ВОЗДУТ ВОЗДУХ 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 В ziehenх ПЕС. ВОЗДУХ УЗДУХ ВОЗДУХ 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 ВАЗ ЙЁ ЗАКРЫТ ОЧЕВДНЫЙ НАМЕК МНОГМ по крайней мере АНАЛИТИКОМ на Ксению Шайгу Е его Не забыл повар Путина и про Сергея Кириенко, который, по слухам, недоволен активностью Пригожина и его ЧВК в Донбассе. Первая и главная причина, я продолжаю цитировать Пригожину, у нас сегодня в старой площади в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном, поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Вот что пишет Пригожин, очень такое, знаете ли, любопытное с моей точки заявление. Что ж, мы продолжим. В ближайшее время к нам присоединится политолог Дмитрий Орешкин. Единственное, что перед этим я попрошу у вас поставить, пожалуйста, нам лайк. Я напоминаю, что лайк не означает, что вам нравится все происходящее в России или где бы то ни было, но лайк означает, что вы хотите помочь нам продвигать это и другие важные видео. Пожалуйста, если почему-то вы до сих пор на нас не подписались, сделайте это. Это будет намного удобнее, в том числе и вам, потому что сразу же вам будет YouTube предлагать наши видео, те, которые он быстрее прочих продвигает. Если вы нажмете на колокольчик, то первым будете получать о них уведомления. Владимир Путин сегодня прибыл с визитом в Санкт-Петербург на 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Многие, в том числе Американский институт изучения войны, считали, что сегодня же Путин объявит уже полноценную войну в Украине, имеется в виду, что отбросит всякие кивоки вроде СВО. Однако этого пока, по крайней мере, не случилось. Мероприятия начались утром. Сначала Путин возложил венок на Пискаревском кладбище, как и год назад, в полном одиночестве, если не считать почетного караула и охранников СВО. Затем встретился с ветеранами и блокадниками, потом с рабочими. Успел встретиться и с губернатором. Во время встречи с ветеранами Путин много говорил о целях и задачах войны. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальные военные операции, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают. После этого уже в разговоре с рабочими Абуховского завода заявил, что Россия ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и пообещал отсрочку от службы в армии по призыву работникам ВПК. Не смог Путин не рассказать рабочим и о Бандере. Ведь там Бандеру, который сотрудничал с Гитлером и расстреливал мирное население, его подручные занимались убийствами гражданских лиц, возведен в ранг национального героя Украины. Обсудим, почему западные эксперты оказались неправы в своих прогнозах и можно ли вообще ждать от Путина объявления полномасштабной войны со всеми вытекающими последствиями с политологом Дмитрием Морешкиным, который в самое-самое ближайшее время к нам присоединится. Как только мне скажут аппаратные, так немедленно я с ними поздороваюсь. А пока еще раз воспользуюсь паузой, чтобы попросить у вас лайков. Ну, почему нет? Вашу поддержку мы очень ценим. Вы можете писать также свои комментарии или, например, вопросы к гостям, которые сегодня у нас ожидаются. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, поэтому пишите, например, вопросы к необычному гостю сегодняшней нашей программы. У нас сегодня будет актер Алексей Панин. И мы, конечно, обсудим с ним нашумевшее интервью Дудя. Дудь поговорил с Оскаром Кучерой. Это тоже такой актер, довольно популярный, снимавшийся в множестве сериалов, а когда-то был практически лицом музыкального телевидения России. И вот он пришел на интервью к Дудю и рассказал, почему, как он поддерживает российскую армию, Путина, как он получает информацию. Все это вызвало множественные споры, конечно же, в соцсетях. Мнения очень полярные. Мнения очень полярные от того, что зачем нужно было три часа говорить с таким странным человеком, и давать ему высказываться до того, что как хорошо, что Дудь с ним поговорил. А Алексея Панина мы позвали сегодня в нашу программу, потому что они с Оскаром Кучерой были, ну, некоторые сообщают, что даже лучшими друзьями в свое время. Более до какого-то момента, значит, Панин тоже поддерживал Путина, в том числе поддерживал, например, аннексию Крыма. Но потом что-то случилось, и вот что случилось, как сейчас он оценивает своего друга, как вообще там распределяются мнения внутри вот этой актерской тусовки, сериальной тусовки, как там, кто больше всех там топит за войну, и насколько таких людей много. Сегодня мы обо всем этом поговорим. Вы можете писать вопросы, а к нам присоединяется Дмитрий Орешкин, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Да, я тоже очень рада вас видеть, что вы наконец-то присоединились. Очень хорошо, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, мы сегодня вот обсуждали Путина, который, значит, ходил по Петербургу и отмечал, значит, начало снятия блокады Ленинграда, 80 лет, юбилейный год. И все, конечно, за ним следили не столько потому, что хотели посмотреть, что же он там действительно будет делать на мероприятии, как он там цветы возложит, с кем он там поговорит и встретится. Все ждали, будет ли он что-то серьезное объявлять. Тут вот у нас же накануне чиновники из ДНР, с оккупированных территорий рассказывали о том, что он объявит что-то важное. Все ждали, объявит ли он полномасштабную войну и мобилизацию. Но не случилось. Как думаете, это вот постоянная подогревающаяся интрига? Ему на руку? Ему нравится, что все ждут от него чего-то очень важного и бесконечно беспокоятся о том, и следят за каждым его словом, за каждым его шагом. Вы знаете, может быть, субъективно это его и вдохновляет, но за 20 лет потребление потока безудержной лести, наверное, это уже не возбуждает. Поэтому я скорее бы воспринимал такого рода заявления, как попытку навязать Путину повестку дня. Ну, я думаю, многие помнят, как с украинской стороны министр обороны Резников вот так вот вполне солидно говорил, что 7 января будут закрыты границы и, соответственно, объявлена мобилизация. А теперь, когда границы не закрыли и мобилизацию не объявили, можно сказать, что вот именно поэтому и не сделали это 7 числа, потому что не хотели показать, что мы типа предсказуемы со стороны украинского министерства. Но я за этим... Да, может быть, это такая игра, может быть, это такая информационная игра, что мы заранее скажем, что ты объявишь войну, а ты испугаешься и не объявишь войну. Но мне кажется, что для понимания сути дела лучше на другом сфокусироваться. Зачем Путину объявлять войну? Это накладывает целый ряд юридических и не только юридических обязательств. Соблюдать правила войны, принимать услуги Красного Креста и так далее. Гораздо лучше вести войну ее не объявляют. И это абсолютно путинский стиль. И советский, кстати говоря, стиль. Ведь никто не объявлял войну Афганистану. Там была, я уж как забыл, как это называлось, братская интернациональная помощь ограниченного контингента кому-то там. И финской войны не было. Было признано какое-то там правительство господина товарища Куусина в Теревоках. И ему была по межгосударственной договоренности оказываема братская помощь со стороны Советского Союза. Ни в коем случае не было советско-финской войны. Что вы, что вы. Как вам в голову такое могло прийти? На самом деле, вот это демократичное правительство Куусина воевало со старым правительством, которое бежало из Хельсинки и перестало существовать. И шла речь об освобождении всей территории Финляндии. А ограниченный контингент сталинских войск как бы этому Куусину помогал. Так вот, зачем Путину объявлять войну Украине, если он и так ее де-факто ведет? Зачем Путину объявлять мобилизацию, если она и так де-факто проходит? Он человек, власть которого устроена по средневековым стандартам. Ну, в частности, специалисты по средним векам называют это харизматичный лидер. Ну, то есть, человек, у которого есть харизма. Не в современном смысле слова, что он там приятный, апатичный, еще какой-то. А харизма как знак поддержки Господа Бога. Вот это человек, на котором почиет Божья благодать. И неважно, какой бог, там, синее высокое небо, тенгри, как было у монголов. И они полагали, что, да, небо потворствует Чингисхану. И поэтому надо за ним идти, потому что он фартовый. И все, за что не возьмется, сплошная победа. Товарищ Сталин был у нас таким харизматичным лидером. Как он помрет-то, как жить-то будем, Россия кончится. И товарищ Путин, апеллируя к ископаемым системам приоритетов, тоже хочет быть харизматичным лидером. Поэтому он докладывает о хорошем, а о плохом он вообще не докладывает. Можно было бы это поручить делать боярам, но он предпочитает это вообще не обходить, не касаться. Он там повышает пенсию, он еще там что-то. Россию с колен, он достает звезду с неба, все что угодно. Догоняет Португалию, перегоняет ту же самую Португалию, включается в число пяти развитых государств, удвояет ВВП, герой. Ну и здесь тоже, зачем ему объявлять мобилизацию? Мобилизацией занимаются такие неприятные люди, как военкомы. Им там в окошке кидают коктейли Молотова, они не вызывают симпатии. Вот, поэтому мне кажется, что ждать от Путина, что он встанет, утрет скупую мужскую слезу и скажет, что в нынешнее непростое время мы вынуждены объявить Украине войну. Ну, мне кажется, это... А что, кроме объявления войны, на самом деле, значит назначение начальника генерального штаба всей Руси, господина Герасимова, ответственного за эту военную операцию? Это же и есть война. Вся страна, вся военная мощь страны в лице руководителя ее генерального штаба и в лице министра обороны занимается исключительно вот этой самой войной. Но зачем ее после этого еще войной называть, тем более устами президента? Дефакто она уже видит. Понятно, логика, и правда? Да, конечно, понятно. Но смотрите, просто еще такое ощущение, что происходит неразбериха, потому что вот парочку примеров. Например, сегодня Пригожин позволил себе аж на Кириенко прыгнуть и на Старую Площадь, на администрацию президента предателей, говорит, там засели. Странный такой расшатывающий обстановочку заявления, да еще в открытую прям прямым текстом. Еще пример. То, значит, у нас объявляют, что будут-то предатели Родины, уехавших за границу и оттуда, понимаешь, тявкающих на великого Путина и всю замечательную страну, политику партии, будут лишать, конфисковать имущество. То говорят, что не будут, что это какой-то специальный вброс, что это вообще-то уехать из страны это не преступление и все такое. Вот как это происходит? Это происходит без участия Путина и той же администрации президента? Или это чей-то креативчик? Понимаете, как мне кажется, Путин всегда строил свою власть на системе сдержек и противовесов. То есть он не может допустить, чтобы какая-то, тем более вооруженная сила, заняла монопольное положение в его системе. Она должна чем-то уравновешиваться. Вот это он очень хорошо с владых ногтей выучил. Раз есть Шойгу, значит, должен быть кто-то, кто этого Шойгу уравновешивает. Пусть это Росгвардия, господином Золотовым. Или пусть это бывший НКВД, КГБ, ФСБ, господин Патрушев, господином Бортниковым. Или пусть это какие-нибудь внутренние войска. А плюс к этому еще неплохо бы иметь частную армию в лице Кадырова, потому что Кадыров точно не может организовать военный переворот, пытаться захватить власть. Его не примет большинство населения, и те же самые наши вояки не примут. А все блага Кадыровские, они связаны персонально с Путиным. Если Путина не будет, то Россия-то сохранится. В отличие от того, что говорил господин Володин. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Но вот про Кадыров это верно. Есть Путин, есть Кадыров. Нет, извините, Кадырову не позавидую. Что тут целый ряд товарищей имеет целый ряд вполне весомых претензий. Не правового характера, а просто по-хорошему вставить в задницу бутылку. Напомнить. Потому что есть что припомнить. Соответственно, у них есть свои человеческие отношения, скажем так. Так вот, Кадыров от Путина функционально зависит. Соответственно, он жизненно заинтересован в том, чтобы его охранять. Поэтому профессиональная путинская гвардия, это в значительной степени Кадыровцы. Просто они публично демонстрируются. Живут президент на Ленинском проспекте. Ну, или точнее говоря, в начале Ленинского проспекта. Вот. Но я не про это. Я говорю про то, что Путин разделяет и властвует. Но все они пропутинские. И все они друг друга ненавидят. Поэтому, как только Владимир Путин в их глазах становится недостаточно эффективным. Они объективно так внешне проявить не могут. Но друг с другом они начинают собачиться с усиленной энергией. И то, что позволяет себе Пригожин, это признак отчаяния. Потому что на самом деле он понимает, что его обложили. Вот Герасимов, Шойгу, которых он еще недавно там нес по кочкам и сейчас несет. Его обложили. Он пытался доказать Путину свою эффективность, взяв солидар там или еще что-то. А Путин вроде как не отзывается. И Пригожин просто находится в истерике. Он сейчас думает, что вот эта истерическая его манера, она найдет поддержку в значительной части общества. И, соответственно, апеллирует вот к этим самым-самым низовым, самым-самым примитивным. Пригожин, он же крутой пацан. Вот он наших поднял и так далее. Вот эта публика, электорат примерно в 15% объемов, она может Пригожина и поддержит. Но ему просто больше опереться не на что. Путин вежливо закрыл перед ним дверку. Как-то он не хочет с ним взаимодействовать. Пригожин вроде как пытался пробиться в Петербург на прием. Не знаю, состоялся или это не состоялось. Но вот, а что Пригожину остается делать? Или сливаться и молчать в тряпочку. Я купил Кадыров, если вы обратили внимание. Что-то его не видать в последние несколько недель. А Пригожин, он и по темпераменту, и по ситуации политической, вынужден идти в отчаянную атаку. Уже не на Солидар, а на каких-нибудь прокремлевских чиновников. Кто будет слушать его все эти вопли о том, что там свили гнездо предателей, олигархи и еще кто-то. Ну, кто-то будет слушать. Но мы примерно представляем, какого уровня это люди. Да, Путин продолжает строить у себя такую распределяющую шляпу, которая вроде как поддерживает этот баланс. Понятна ваша мысль. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Ждали, что у нас сегодня так немного времени получилось. Но, тем не менее, спасибо, что пришли. Всегда интересно с вами говорить. Хорошо, спасибо вам. Мы продолжаем. Несколько дней подряд россияне приносят цветы к стихийным мемориалам, которые появились после ракетного удара по жилому дому в Днепре. В Москве такой мемориал создали у памятника Лесе Украинке, в Санкт-Петербурге и Краснодаре, у памятников Тарасу Шевченко. Однако вчера вечером тех, кто пришел почтить память жертв трагедии, в Москве задерживали. К монументу Лесе Украинке приехали два наряда полиции, четырех человек забрали. Одна из женщин пришла туда даже с собакой. Женщину везли, а собака осталась на улице. Хорошо, ее потом соседи забрали. Позже в ВВД-Инфо сообщили, что одного из задержанных оставили на ночь в отделении. Судьба еще троих до сих пор неизвестна. Адвокатов к ним не допускают. Сегодня все цветы из памятника Лесе Украинке убрали. Рядом дежурит полицейский автобус. Дежурил, по крайней мере, телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет со ссылкой на очевидцев, что силовики перекрыли подход к стихийному мемориалу. Глядя на количество людей, которые несли к нему цветы, многие уже решили, что это возрождение уличного протеста в России. Однако писатель Дмитрий Быков считает, что в этом нет ни жеста, ни какого-либо свидетельства. Возрождение протестной активности цветы в памяти в убитых – это то минимально возможное, что может себе позволить россиянин. Не акция. Но это все равно, что светить фонариками в подвороте. Это эстетически красиво, совершенно бессмысленно. У этого есть только один положительный эффект. Может быть, кто-то узнает, кто такая Лесе Украинка, и ее прочтет. Лесе Украинка – великий поэт. Читайте Лесе Украинку. Есть надежда, может быть, что вы вырастите похожими на нее, а не на большинство своих современ. Есть всему пределы. Россия, которая разбомбила вот этот дом и убила пятерых детей, одного еще нерожденного. Но это факт, с которым обыватель ничего не сделает, тут от него ничего не зависит. Но обыватель может выразить ужас и негодование. А обыватель говорит, да ладно, на войне как на войне. Вот этого простить нельзя, понимаете? Вот это, сослонение от этого. Или как подонок один пишет в сетях. А у меня все хорошо, я занимаюсь личностным развитием. У меня девушки, винишка и репетиции. Вот когда он будет помирать, тоже у кого-то будут девушки, винишки и репетиции. Я это к тому, что просто в России такая выработалась профессиональная мозоль у большинства на месте сострадания, которая не у всякого профессионального врача вырабатывается, а когда у него уже огромное кладбище за спиной. Понимаете? И я не уверен, что украинцы смогут вот с этим мириться. С тем, что Россия сидит и не протестует, ладно, ну бывает, ну страшно. А с тем, что Россия говорит, да ладно, на войне как на войне. Вот с этим, я думаю, мириться не сможет никто. Это барьер непереходимый. Это фрагмент программы «Навигатор» с Дмитрием Быковым. Полную ее версию вы уже можете посмотреть на нашем канале. Ну а прямо сейчас тему обсудим с журналистом Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте. Здрасте. Да, вот сказали, что сегодня уже убрали цветы, полиция там все оцепляла, но по новым данным цветы снова появились у памятника леси украинки. Скажите, пожалуйста, это у людей, как вы думаете, такая сильная боль, что под угрозой, зная, что там даже за это, за цветы задерживают, зная, что можно сесть, ну не в тюрьму, хотя бы попасть в полицию за эти цветы, и все равно продолжают туда идти. Это от того, что внутри так сильно болит? Разве не понятно? Разве не видно? Вот только что я сейчас слышал реакцию Быкова, да и другие реакции. Значит, в 68-м году на Красную площадь вышло 7 человек. И до сих пор считается, что это много, что вот это были герои. Они, кстати, срок получили, некоторые из них реальный срок получили, за то, что просто развернули плакат за вашу и нашу свободу. Вот люди несут цветы. Кому-то кажется, что этих людей мало. Вот их мало. Сколько их должно быть? Чтобы вам хватило, я имею в виду, вам, критикам, вам, насмешникам, вам, пророкам, что всё кончено, там нет людей. Я вам сейчас прочту, что я вчера услышал своими ушами и увидел на канале, который выходит из-за границы, но на русском языке. Вот прямо прочту полный текст, не пропуская ни слова. Ведущая говорит, это вечерние новости. Новости. Подчеркиваю ещё раз. Новости. Это не то место, где надо быть комментатором и высказывать свои эмоции, свои предположения. Это новости. Сообщи их, пожалуйста. Читаю. От начала до конца. Я бы хотела в конце нашего разговора показать вам кадры, как ни странно, из Москвы. Это памятник поэтессе Лесе Украинке, рядом с которым появились цветы и фотографии дома в Днепре. Это она говорит о разрушенном доме. Наверное, этих цветов могло быть больше. Но учитывая, что это всё-таки Москва, и какие-то люди решаются и проявляют смелость и приходят к этому памятнику с цветами, это, наверное, в какой-то степени немало. Люди разные всё-таки есть там, наверное, тоже. И которые не лишены какой-то человеческой нормальности и эмпатии. Хочется так думать. Я вот это слышал своими глазами. Понимаю, что у вас. Это, извините, пожалуйста, что значит хочется так думать, когда вам уже показали, что это есть? Зачем тут думать? Зачем тут говорить? Ну, может быть, там ещё есть люди, которые обладают эмпатией? Может быть, там ещё не все умерли и не всех ещё посадили? Значит, это пропаганда. Я очень огорчён, но приходится сказать, что ситуация, которая возникла в мире, возникла по вине Кремля, безусловно. Но она режет людей в клочья просто. Значит, эти ведущие, неважно, какого пола, мужчины, женщины, они выходят на экран и говорят, я не могу дышать, я не знаю, как дальше жить. При этом офигенный макияж, изумительные губы, серьги до плеч и декольте. Ну, нормально. Я вижу, что она может жить, может приводить себя, наводить красоту. Она могла бы выйти в эфир построже. Ну, это же кладбище, это же похороны, это же дети погибли. Почему она такая, почему она улыбается? Значит так, ожесточение, которое сейчас происходит, оно происходит с обеих сторон. Это безусловно. И тут думать не надо. Посмотрите, если хотите, фотографии времен Гражданской войны. Ровно сто лет назад. Ну, чуть больше. Сто два года назад. Безумная жестокость с обеих сторон. Воспоминания Колчака. Воспоминания Врангеля. Это просто ужасно. Врангель не может справиться с мародерами. Белые офицеры и солдаты белой армии становятся мародерами. Он пытается их остановить. Что уж там мародеры с той стороны, с красной стороны. Это никаких сомнений ни у кого нет. Они там резали, грабили, как попало, потому что грабь награбленная. Но и офицеры белой армии делают то же самое. Александр Викторович, а есть ли какая-то страховка? Я заканчиваю. Цветы у памятника Леси Украинки это подвиг людей, которые живут в Москве и рискуя свободой, и побоями, потому что там и сербы пришли, и менты пришли, или как их надо называть, защитники правопорядка. Вот. И люди, которые туда несли цветы, и несли, кроме того, фотографии, там же к памятнику Леси Украинки поставили фотографии разбомбленного дома. Значит, вот. И после этого говорить, ну, наверное, там есть ещё люди, у которых есть эмпатия. Возможно, эта ведущая, будь она в Москве, тоже бы, может быть, пришла, а может быть, у неё не хватило бы времени. Я не знаю, пришла ли бы она. И поэт, который сейчас говорил, я не знаю, может, пришёл бы, а может, нет. Я слышу вас. Да, Александр Викторович, ну вот вы сами вспоминали гражданскую войну, например, другие были у России, там, тяжёлые периоды. Есть какая-то страховка, есть какая-то вот это мы переживём, когда-то это закончится. Но чтобы впредь, да, вот эта эмпатия, она была во всех и распространялась на всех, у ведущих, на людей, которые туда пришли, у людей, которые в России, на украинцев, которые погибли. Есть какая-то страховка, как это выстраивать, как это воспитывать, в себе воспитывать, в детях воспитывать. Ну вот, немцев воспитали оккупантами. Ну, много лет ушло на это дело. И это исторически всё повторяется и повторяется, и это всё повторяется и повторяется. Возьмите Евангелие, я уж, по-моему, где-то об этом говорил. Там прямо написано, что вот этот весь народ, якобы, орал «распни его». Ну, стоял растерянный прокуратор иудеи Понти Пилат, и весь народ орал «распни его». Нифига подобного. Это пришли первосвященники к Пилату в его резиденцию. Ну, и с ними ввалилось ещё человек 20, 30, 40. Вот они там, у него в резиденции орали. Не на площади никакой. Значит, но с тех пор уже 2000 лет считается, что вот весь народ, сколько там, я не знаю, миллион, два, три, сколько там населяло тогдашнюю иудею. Все они орали «распни его». И вот сейчас комментаторы занимаются точно тем же самым. Они создают, как бы это сказать, плоский, чёрно-белый мир. Это абсолютно безнравственно. Значит, ещё кто-то на канале из-за границы повторяет многие. Теперь нет в России журналистики. Всё. Нету, нету, нету. Мама твоя. Значит, «Новая газета» работает. Дмитрий Муратов работает. Венедиктов ежедневно, что ли, с живым гвоздём выходит в эфир. Я ещё жив. Вот как мне доказать, что я ещё жив и что-то пишу, что-то публикую? Они меня хоронят, потому что им так удобно. Им, я имею в виду, комментаторам, которые мне из-за границы твердят, что меня не существует. Мне кажется, что это бессовестно. Мне кажется, что они должны бы быть как-то умнее, чем Невзоров, для которого выгодно, чтобы было только так и никак иначе. Александр Викторович, спасибо вам большое, что пришли. Мы ещё одно прекрасное подтверждение того, что вы существуете, получили благодаря тому, что вы оказались в нашем эфире. Спасибо большое, что согласились поговорить на непростые темы. Мы продолжаем. И дальше. Будем обсуждать трагедию в Броварах. Напомню для тех, кто только что подключился к нашему эфиру. Сегодня утром в пригороде Киева разбился вертолёт, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Йенин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Все они погибли. Общее количество жертв 14 человек, один из них ребёнок, пострадало всего 25 человек. А сейчас к нашему разговору присоединяется советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Мы понимаем, что идёт расследование, что компетентные органы, разумеется, будут разбираться, но уже три версии озвучены. Одна из которых чистых возможной версии техническая неисправность, другая нарушение правил полёта и третья умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Мне бы хотелось у вас уточнить, что имеется в виду именно под третьей версией. Правильно ли я понимаю, что допускается, например, что пилот мог быть завербован России и умышленно не только уничтожил вертолёт с такими важными для Украины людьми, как глава МВД, но и сбросил, условно говоря, машину на практически детский сад, на жилой район? Ну, мы не можем с вами говорить о версиях. Безусловно, они сейчас будут все проверяться. Имеется в виду, что когда открывается уголовное дело по факту, в данном случае авиационного крушения, авиакрушения, то, конечно же, рассматриваются в том числе и вопросы возможного физического воздействия на этот объект. Имеется в виду и там взрывчатка или какие-то другие действия, которые привели к нарушению планового полёта как такового. Вы понимаете, да? То есть мы же находимся в состоянии войны. И безусловно, когда страна находится в состоянии войны, то рассматриваются все версии, включая версии террористического характера. То есть и в том числе рассматриваются версии причастности другой стороны, другой страны к событиям, которые имеют отношение к авиакатастрофе. Но, тем не менее, я бы хотел тут зафиксировать официальную позицию. Смотрите, у нас создана правительственная комиссия, которая занимается полной оценкой всего, что произошло в рамках этого авиакрушения. Работает следственная группа, которая проверять обязана, подчёркиваю, обязана все версии, в том числе и террористические версии, для того, чтобы установить причину крушения и гибели 14 человек. В данном случае мы говорим о 14 людях. Но, тем не менее, ещё работы на месте продолжаются, имеется в виду работы по выяснению всего, что на месте необходимо, собственно, на месте крушения. И, таким образом, вот мы можем исходить только из того, что на сегодняшний день понимаем. Понимаем, есть катастрофа, есть погибшие люди и, соответственно, необходимо будет установить в максимально короткие сроки на фоне того, что происходит в стране, необходимо будет установить причины этого. как офис президента оценивать, насколько руководство МВД Украины вообще могло быть вот именно целью, специальной целью для совершения теракта, например? Да, безусловно, у нас всё руководство. Вы знаете, давайте я чуть-чуть в сторону отойду и скажу, что Денис Анатольевич Монастырский, он был чрезвычайно эффективен с первого дня вторжения. То есть он управлял и у нас, понимаете, смотрите, у нас во время войны полиция работает крайне эффективно. У нас количество уголовных преступлений, не растёт, имеется в виду, по сравнению, например, с аналогичными периодами до военного времени. То есть у нас, несмотря на все вот эти сложности логистического характера, на постоянные удары по всей территории, на разрушение там тех или иных транспортных коридоров и так далее, тем не менее, у нас, в принципе, ситуация в стране абсолютно контролируемая органами правопорядка, да, то есть имеется в виду полиция и так далее. То есть у нас роста, еще раз подчеркиваю, криминализации социальных отношений, роста преступлений, связанных, например, с чрезвычайным количеством оружия на руках, вы понимаете, да, особенно в первые дни оружие раздавалось, тем не менее, контролируется всё в полном объёме. Это одна часть работы, которую выполнял и крайне эффективно выполнял господин Монастырский. Вторая часть работы, которую он тоже выполнял, это формирование отдельных боеспособных бригад из сотрудников органов правопорядка, да, то есть имеется в виду и из нацпола, и из нацгвардии, и, соответственно, вот эти, мне кажется, что это были наиболее морализованные, что ли, бригады, да, то есть они на тяжёлых направлениях работали, отрабатывали, и Монастырский управлял также и этим сектором, сектором национальной обороны, да, ну, то есть он был эффективен, и, безусловно, если уже шире говорить, то, конечно же, все наши министры, особенно министры силового блока, конечно, находятся всегда в фокусе внимания, и, естественно, Российская Федерация, так как она не может, смотрите, это же война, я, вот, что бы мы тут не говорили, какие-то красивые слова и так далее, это война, максимально жестокая, максимально человеконенавистническая война, Россия, демонстрирует, я имею в виду политическое руководство, демонстрирует, что она просто будет убивать украинцев, неважно, а для того, чтобы снизить боеспособность, деморализовать страну, использовались различные инструменты, в том числе атака критической инфраструктуры, чтобы заморозить зимой людей, в том числе какие-то удары, скажем так, противокорабельными ракетами, вот как ИХ-22, буквально несколько дней назад в Днепре, да, вы понимаете, противокорабельная ракета используется против наземной цели, причем в городе, да, то есть мы понимаем прекрасно, что ракета попала в жилой дом, потому что, в принципе, никого сейчас в Российской Федерации не волнует, сколько людей погибнет при том или ином ударе, то есть вот это все должно быть направлено на формирование панических настроений и деморализации, и в том числе удары по ключевым менеджерам, это тоже, я имею в виду, в данном случае мы говорим о Министерстве МВД, ой, вернее, о Министерстве внутренних дел, безусловно, это должно точно так же деморализовать украинское общество, конечно, они под прицелом, я имею в виду, сотрудники любых или министры любых силовых ведомств, они, конечно же, приоритетные мишени, это очевидно, и, безусловно, мы можем с вами не сомневаться в том, что министр Монастырский мог быть интересной мишенью для Российской Федерации, имеется в виду перспективной мишенью для того, чтобы создать определенные панические настроения в Украине. Понятно, и к другой теме перейдем сегодня. Канцлер ФРГ Шольд сказал, что Россия, прямо сказал, что Россия должна в войне поиграть, поэтому будет поставлять Украине вооружение в тесной коммуникации с партнерами, дальше был вопрос конкретнее про танки «Леопарды», но я так, насколько я понимаю, пока что это фрагментарные доходят из его речи сообщения. На это он ответил, что НАТО хотело бы избежать прямого столкновения с Российской Федерацией. Как вы думаете, настроение Шольцу, НАТО, других западных партнеров, которые оказывают помощь после таких событий, как, например, удар по дому, пожилому дому в Днепре, это больше склоняет их помочь Украине, или все-таки Россия частично добивается той цели, чтобы склонить Украину к переговорам? Россия не добивается никакой цели, никто не будет разговаривать с Россией, это безусловно, очевидно и понятно, потому что, смотрите, у нас, я, честно говоря, даже не понимаю, вы правильно задаете вопрос, но я не совсем понимаю, что такое переговоры с людьми, которые пришли тебя убивать. Ну, это безусловно, они это сделали в 2014 году, мы сегодня с вами увидели достаточно дикое выступление и субъекта Лаврова, и субъекта Путина, да, человек на полном серьезе, вот я про Путина говорю, да, выходит и говорит, смотрите, мы СВО начали, мы начали войну, чтобы закончить войну, но, понимаете, смотрите, это человек с искривленной альтернативной реальностью, ну, вы о чем с ним собираетесь разговаривать? Мы, если с ними садимся за стол в переговоры, это значит, мы фиксируем выигрыш Российской Федерации и консервируем тот политический режим, который находится сегодня в России, и, соответственно, только будем провоцировать дополнительный элемент реваншизма, они захотят в следующем этапе войны все-таки добить нас, или будут это делать, например, условно говоря, используя там различные методы в разных странах, то есть, грубо говоря, объявят охоту на ключевых украинцев по разным странам, вы должны это все понимать прогностически, это очевидно и читается, либо Россия в политическом смысле перестанет существовать в таком виде, либо Россия, в принципе, будет потом уничтожать, продолжать уничтожать Украину тем или иными способами, у нас не будет государства, то есть, мы должны сесть за стол переговоров, чтобы что зафиксировать? Чтобы зафиксировать не молниеносную смерть, как они предлагали нам капитулировать в начале войны, а зафиксировать медленное умирание, растянутое на некоторое время, но это же бессмысленно, правильно? То есть, нет смысла это обсуждать, как возможный вариант окончания войны, и вот тут я перехожу теперь к Шольцу, к НАТО, ну и ко всем другим политическим лидерам европейских стран. Смотрите, это очень важно, то, что вы говорите, то, что сегодня в Даосе звучит постоянно, в том числе и из Шольца, есть фундаментальная трансформация, мировоззрение европейских лидеров, не только Шольц, кстати, я бы упомнил сегодня интересное заявление Киссинджера, который буквально вчера, позавчера говорил о том, что нужно как-то договариваться с Россией, нельзя провоцировать, эскалировать и так далее. Сегодня Киссинджер говорит, что он ошибался, Украина должна быть в НАТО, потому что не это причина войны, причина войны ненависть России к свободе как таковой, и олицетворением которой для России являлась Украина. Под надуманным предлогом она вторглась и терзает страну. Так вот, что говорит Шольц? Шольц говорит главную, фундаментальную, консенсусную вещь. Он говорит, смотрите, мы понимаем, что война, конфликт, агрессия может закончиться только при одном исходе. Россия должна преграть все остальное, переговоры, мирное урегулирование, частичные уступки, линия разделения, Минск-3-0, все это будет продолжением войны. То есть это фундаментально, потому что раньше они как раз таки, многие политические представители европейских элит, они говорили о том, что, наверное, есть какие-то другие варианты выйти из этой войны. Теперь это выведено за скобки. И теперь, теперь второй вопрос, логистический, из этого вытекает. Если Россия должна проиграть, то, безусловно, Украина должна получить для этого необходимый ресурс, в том числе военный ресурс. И, безусловно, в рамках этого ресурса это не только оборонная технология под названием ЗРК Патриот, ну, допустим, для того, чтобы сформировать защиту закрытого неба, но также и контрнаступательное оружие. Нельзя идти вперед, имея дефицит артиллерийской техники, дефицит систем РСЗО, дефицит ракет определенной дальности, потому что война артиллерийская предполагает уничтожение логистики тыловой российской армии. Иначе слишком много людей. У них 300 тысяч будет там находиться. То есть убивать 300 тысяч, которые имеют оружие, это одна история. Убивать 300 тысяч, которые будут лишены подвоза артиллерийского снаряда, это другая ситуация. И вот вопрос о том, что они уже мировоззренчески понимают. И сейчас идет обсуждение в рамках коалиции неформально танковой, давайте ее назовем, идет обсуждение, как именно передать Украине эти танки. И тут я отвечу на три фундаментальные вещи. Первое. Нету никакого противостояния и прямого столкновения НАТО и России. Есть прямая война и агрессия, интервенция России в Украину и война России против Украины. Украина воюет против России и будет это делать физически. Второе. Безусловно, есть так же, как было во Второй мировой, коалиция антироссийская, тогда была антигитлерская, сейчас антипутинская коалиция, которая тогда помогала Советскому Союзу, а сейчас помогает ресурсно Украине, потому что Россия демонстрирует точно такие же признаки нацизма, как демонстрировал нацистская Германия в сороковых. Это фундаментальная вещь. Поэтому НАТО помогает, имеется в виду не НАТО, а конкретная коалиция страны, в том числе не только НАТО, как блок, но и отдельные страны, они помогают, так же, как это делали во Второй мировой. Это нужно зафиксировать. Ну и, наконец, третье. Безусловно, я считаю, что коалиция танковая будет построена, леопарды придут в Украину, несомненно, но я лично считаю, что Германия должна быть инициатором формирования и заявить о том, что да, является владельцами технологической линии под названием «Леопарды». И этот ключевой европейский танк. И вот Германия должна проявить свое лидерство и сказать, да, мы во главе, мы разблокировали, мы передаем бронетехнику. Это будет исторически круто, потому что нужно правильно фиксировать в истории все, что и делается во время этой войны. Понятно, Михаил. Само слово «танки», разумеется, сейчас звучит, как название нового этапа войны. Буквально, что ж, мы посмотрим, как это будет происходить под финал нашего разговора. У меня немного из другой области будет вопрос. Разумеется, для нас, для многих русскоязычных СМИ есть два столпа получения официальной информации. Было два столпа получения официальной информации из Украины. Это Михаил Подоляк и Алексей Арестович. Алексея Арестовича не стало. Будет ли ему замена? Ну, у нас очень много талантливых спикеров есть. Конечно, будем искать замену. И, соответственно, ну, во-первых, Арестович сам останется в медийном пространстве и сможет комментировать ход войны. Это абсолютно нормально. Он медийный, медийная персона. Он важен, он оптимально разбирается в том, что происходит на поле боя. Он оптимален в этом. Просто у нас есть другой подход. Мы, когда говорим о том, что происходит, мы должны не забывать, что у нас стоит, ну, вот если мы говорим о должностных лицах, да, о функционале, у нас стоит табличка Офис Президента. И поэтому, если ты допускаешь ошибку, на мой взгляд, очень важно научиться этому. Ты можешь допустить ошибку, потому что объем событий, которые ты комментируешь, я имею в виду не только господин Арестович, я или кто-то другой, да, мы должны быть, понимать это. Если ты комментируешь большой объем событий, ты можешь ошибиться, но ты должен корректно относиться к информации и извиняться, если ты ошибся, то есть не провоцировать дальше, особенно людей, которые находятся в тяжелейшем эмоциональном состоянии. Понимаете, то есть я понимаю, что можно сказать о том, что там ракета не ракета, но если ты это говоришь до того, как проведено следствие, то понятно, что ты можешь ошибиться. И важно потом быстро исправить свою ошибку. Это один из ключевых коммуникационных навыков исправлять ошибки. Но тем не менее, вернусь, смотрите, у Украины есть достаточно большое количество эффективных спикеров, в том числе военных, которые профессионально комментируют военную тематику. У Украины остается, безусловно, Арестович, который будет все это комментировать, на мой взгляд, я не сомневаюсь в этом, эффективно и профессионально, и в очень большом количестве. И поэтому, соответственно, о войне мы будем говорить так же, как и раньше. Много подробно, правдиво, и, соответственно, на этом фоне разительно отличаться от официальных российских позиций. Ну, конечно, мне в первую очередь, я еще раз все-таки позволю себе уточнить, именно вот, как представитель, как Михаил Подоляк, еще один человек, который представляет официальную позицию офиса президента Украины, именно общаясь при этом с русскоязычными СМИ. Будет такой человек? Будем думать, будем искать. Ну, во-первых, у нас главный, скажем так, представитель Украины, безусловно, это президент Зеленский. Он достаточно много и объемно говорит, и правдиво, главное, в отличие от субъекта Путина, у которого все время Оруэлл в голове, я так понимаю, проскакивает, и, соответственно, у него рабство — это свобода, или война — это мир. И, тем не менее, вы знаете, я думаю, что мы будем думать над тем, кто и как должен говорить в разных средах, я имею в виду, с разной аудиторией, говорить о войне официально от имени Украины. Будем искать решение. И, поскольку мне подсказывают, у меня есть еще время на один вопрос, тогда я еще позволь все уточнить кое-что в этой ситуации. Как по вашему личному мнению ущерб информационный в информационной войне для Украины от того, что неправильно сначала подсказал Алексей Арестович про ракету и ущерб от того, что Алексея Арестовича сняли с должности, какой из них больший ущерб? Вы знаете, на мой взгляд, нужно четко зафиксировать. У нас война с Россией. Россия атакует территорию Украины. После назначения Герасимова на первый план опять выходит гибридный компонент. То есть будет очень много информационных историй, провокативного толка. Вот эти истории о том, что будут большие масштабные наступления, мы формируем там за Уралом 40, 340 дивизий. Мы будем все больше и больше использовать разнообразное оружие в Украине. Мы еще войну не начинали. Это будет гигантская война. Бойтесь нас и так далее. Вот в этот момент появляется попытка России перенести акцент в том числе на информационное дополнительное давление, которое не выглядит так примитивно, как выглядит в исполнении того же Коношенкова и так далее. Ну, вы понимаете. И, соответственно, здесь очень важно каждое слово взвешивать. Чрезвычайно важно, потому что есть после 11 месяцев эмоциональная составляющая в Украине очень тяжелая. Мы находимся под постоянными ударами и крылатых ракет, и дронов, и, собственно, у нас много смертей гражданского населения, военной и так далее. Это чрезвычайно тяжелое эмоциональное состояние. И поэтому нужно взвешивать. На мой взгляд, для безопасности Украины очень важно точно понимать, что, когда и как ты говоришь. И я думаю, что мы будем эффективны в отражении новой вот этого этапа информационной войны как таковой. И мне кажется, что вот здесь нужно действительно оценивать риски от информационного давления, особенно на фоне, еще раз подчеркиваю, депрессирования страны, потому что война это всегда депрессия, определенно, и нужно уметь с людьми разговаривать. Вот мне кажется, эти риски гораздо более чрезвычайны, если мы попадем под доминантную повестку Российской Федерации. Вы знаете, главная задача России сегодня, вот эти все постоянные разговоры, а давайте переговоры, а давайте мы какую-то, мы ждем, как нам сегодня сказал Лавров, мы ждем, чтобы Запад нам предложил переговоры. Смотрите, человек пришел убивать украинцев, он ждет, что ему кто-то. Я думаю, что Лаврову предложат переговоры в рамках судебной процедуры. Это будут отличные переговоры. Я очень хочу посмотреть на физиономию, вот эти оплывшие физиономии, которые будут с подавленным сидеть на скамье подсудимых. Понимаете, и соответственно, в этот момент нужно очень, очень скрупулезно говорить о том, что происходит в войне. Почему? Еще раз подчеркиваю, Россия, задача главная, это стать доминантами в информационной повестке, то есть взять приоритетное право, формировать ее. Россия сейчас ее проигрывает, формируем мы, формируют наши партнеры, мы абсолютно не обращаем внимания на инициативные заявления Российской Федерации, и в принципе, в мире на них никто не обращает внимания. Раньше было по-другому. Стоит России что-то сказать, и все сразу обращают внимание, а давайте, вот, ведь Россия предложила что-то. Сейчас это по-другому. И вот на этом фоне нельзя заигрываться, потому что, когда ты говоришь, очень важно, что будет делать потом Россия. Вот Россия взяла и использовала вот эту фундаментальную ошибку, использовала в своих интересах глубинно. И сегодня на всех площадках говорит, смотрите, в нарушении международного монетарного права Украина ставит ПВО в жилые кварталы. Это не так. ПВО не стоит в жилые кварталы. Это первое. Второе. Россия отвлекает внимание от главного. Вы являетесь агрессорами. Вы зашли и пускаете ракеты, убивая людей здесь. Не будет российских ракет, не будет ничего. Это очевидно. Но они поменяли местами. Понимаете? ПВО, которое убивает своих граждан. Это фундаментально трагедийная ошибка. И за это нужно приносить большие извинения. Быстро корректировать себя. Вот и все. Поняла вашу мысль. Раз уж вы говорите сегодня со мной о Путине и о Лаврове и следили сегодня за ними, я, конечно, не могу вас не спросить. С Нового года буквально периодически развед данной Украины приходит, что Путин вот-вот объявит войну и всеобщую мобилизацию, такую священную войну отечественную. И сегодня мы опять этого ожидали, потому что была такая дата, как 18 число. Может быть, сегодня он с этим выступит. и опять не выступил. Как вы считаете, он, это какая-то такая со стороны Украины может быть попытка, все знают, что Путин не любит быть предсказуемым, попытка свою игру ему навязать политическую, в том числе в этом смысле. Я бы не стал в интернете. Я вам скажу, что делает Путин. Путин чувствует, вы посмотрите, сегодня он в Ленинградской области был, вы видели, в каком виде он возлагал цветы, вы видели, какое там количество охраны, то есть никого рядом нету. Это человек, который исключительно боится, боится всего. И в том числе он боится все-таки начала вот этой цепной реакции под названием бунт, потому что люди там умирают, люди-то не до конца сейчас понимают количество смертей, количество ампутантов, которые у них будет, количество трагедий, жизненных трагедий, потери, личной потери, имущественной потери и так далее. Но тем не менее внутри это все начинает бурлить. И он, соответственно, знаете, что делает Путин? Очень достаточно простую технологию они используют. Они постоянно сами подбрасывают эти темы, сами же их опровергают. Будет мобилизация, не будет мобилизация. Путин все сказал, но будет мобилизация. Они выходят каждый день и сами это комментируют. Это называется мелкая прививка. То есть они прививают население к тому, что процесс мобилизации, который, между прочим, параллельно идет, он идет. То есть он идет, конечно, не так объемно, как это было на первой волне, до призыва, как такового, но тем не менее он идет. Так вот это, то есть чтобы слово мобилизация, оно так приелось людям, чтобы они не обращали внимания, когда это уже действительно будет запущено. Дальше. Закрытие границы. Закрытая граница, незакрытая граница, никого не выездят. Потом вдруг выходит чиновник и говорит, смотрите, мы, конечно, не закрыли для чиновников там даже нижайшего уровня границы, но тем не менее рекомендуем им не выезжать, потому что это не патриотично и так далее. Вот пример. В Мексике какой-то чиновник низкого ранга, ну какой-то черт вообще, простите, да, он там что-то там видео какое-то записал, смотрите, это негодяи и так далее. То есть сами чиновники начинают раскручивать. Это и есть формирование трусливых людей, формирование привыкания к конкретным действиям, которые они будут делать в любом случае. Закрытие границ военной рельсы, ограничение потребления, мобилизация. Все это проходит в мягкой форме и постоянно в информации об этом говорится. И поэтому в принципе все, что делает сегодня Россия предсказуемо. Она попытается, попытается, еще раз говорю, перехватить инициативу в войне количеством мертвых людей. Это единственная технология. То есть когда мы говорим с вами о контрнаступлении возможном, о будущих событиях возможных, мы должны понимать, у России есть только один козырь. Я не беру оружие массового поражения, потому что это все-таки более глобальная задача и эту задачу решают другие страны, в том числе и Соединенные Штаты, и Китай, и Индия, и Франция, и Британия, и так далее. Но вот все, что касается конкретно конвенционной войне в Украине, Россия попытается перехватить инициативу в этой войне исключительно за счет двух факторов. Если доломают Иран определенный объем ракет, и второе, количеством, еще раз подчеркиваю, мертвых людей, то есть количеством трупов, которыми они попытаются перехватить инициативу, как это происходит сейчас в Солидаре или в Бахмуте. Я поняла вас, Михаил, спасибо большое, что ответили на все мои вопросы. Думаю, что мы еще не раз поговорим. Спасибо, спасибо большое. Почти 10 миллионов просмотров за пару суток. Это Юрий Дудь взял интервью поддерживающего российскую армию, которая вторглась в Украину, актера Оскара Кучеры. Соцсети спорят, не могут остановиться. Одни удивляются, зачем нужно интервью на три часа с человеком, который пересказывает самые безумные тезисы пропаганды, аналитику ноунеймов из интернета и данные знакомых знакомых своих знакомых. Другие ужасаются, какая каша в голове типичного представителя из стана тех, кто в политику не лезет. Сам Оскар Кучера недоволен вышедшим интервью. Он сообщил Реновостям, что с Дудем изначально была договоренность поговорить о Муз-ТВ, сериале солдаты и музыке и гражданской позиции. Но вышло, что вышло. Наверное, надо было встать и уйти. Но я натуру увлекающаяся, а то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Но и лучше быть дураком, чем подлецом сказал Кучера. Если вы не видели интервью Дудю, то вот вам самый короткий и яркий фрагмент, который чаще других репостили в соцсетях. Ты сказал, Россия начала эту войну точно не для того, чтобы завоевать Украину. Да, я уверен, абсолютно. Что произошло 30 сентября в России? Ты имеешь в виду референдум? Как бы референдум, после которого Россия объявила о том, что Донецк, Луганска, Херсонская, Заборожская области это теперь Российская Федерация. Что это, если не завоевание? Завоевание. Так дурак или подлец? Мы сейчас это обсудим, но на секундочку отвлекитесь и поставьте пожалуйста лайки. Шеф-редактор просто разорвет меня после эфира, если мы с вами этого не сделаем. Я вас не призову, а вы не поставите лайки. Просто, значит, в благодарность за нашу работу, например, или просто потому, что будете не против, если Ютуб поможет нам распространять это видео. А прямо сейчас спросим скроментальный вопрос дурак и подлец зададим бывшему другу Оскара Кучера, актеру Алексею Панину. Алексей прямо сейчас присоединяется к нашему эфиру. Алексей, здравствуйте. Да, здрасте. Да. Я знаю. Вы, собственно говоря, все ответили за меня. Вы как дурак или подлец? Вы же, я знаю, смотрели интервью. Что вы нового узнали о своем друге из этого интервью? В том-то и дело, что подлец лицемер, лизоблюд и не потому что не потому что не могу я вообще, честно говоря, не совсем понял, почему это интервью так вообще взбодоражило людей. Я вам честно скажу, я много сейчас смотрю интервью разных медийных, публичных людей. Сейчас много российских там вот манучаров, такой артист в кавычках ведет свой какой-то ютуб-проект, где он приглашает известных людей, берет у них интервью. Я очень эмоционально все время на это смотрю, потому что я очень часто возмущаюсь, во мне начинает что-то кипеть. А здесь я смотрел на это интервью, вот сразу пришла мысль из фильма Романа Качанова, эпизод, где Будрайтис выходит и в фильме Даунхаус и говорит сказочный долб... Зачем его из сумасшедшего дома выпустили? Вот все это интервью я смотрел вот столько с этой мыслью, потому что действительно каша в голове, это все понятно и действительно абсолютно просто... Вот... Алексей, а нас... Почему подлез? Да, вот нам очень интересно узнать... Потому что я знаю Аскару Кучеру очень давно мы с ним... Не могу сказать, что мы с ним были самые лучшие друзья просто провели с ним целый период жизни когда мы вместе нюхали, пили, трахались просыпались в одном доме все компании куда-то ехали еще попутно успевали сниматься в кино, играть в театре, хранить друзей которые с утра только что вместе с нами нюхали и пили а вечером разбивались на мотоцикле на Садовом кольце я говорю сейчас про Леню Нерушенко из группы Динамит все это проходило в таком ритме рок-н-ролл наркотики рок-н-ролл я Аскара Кучеров знаю очень хорошо вплоть до его мимики вот все, что я вчера это видел это абсолютно как он надувает брови как он выпучивает глаза что от этого все я настолько все это хорошо знаю настолько я знаю что это все неправда настолько это все лицемерно человек всю жизнь всю жизнь вел себя абсолютно и вашим и нашим это человек который вел себя так как удобно этот человек всегда все делал ради денег и Аскар Кучера об этом мало кто знает но Аскар Кучера даже когда он там 15 лет там 10-15 лет назад начинал уже Муз ТВ был он был достаточно известным человеком у меня не было ничего я снимался в кино играл в театре выпивал влюблялся рожал детей в Аскару Кучера даже тогда была какая-то фабрика по производству пищевой пленки то есть Аскар Кучера всегда все делал ради денег и ради того как то что он сейчас выдал в интервью это абсолютная ложь человек пытался и вашим и нашим он не поддерживает никакую военную специальную операцию если бы сейчас политика партии и правительство шла в другую сторону он бы совершенно говорил бы совершенно другие вещи я могу абсолютно точно сказать что Аскар Кучера будет как раз знаете вот есть Дима Певцов который ну видимо окончательно съехал крышей и несет вот эту архинею которую он несет искренне да Певцов искренне я уверен что кукушка уехала и это искренне Ахлобыстин нам 80% искренне Кучера это будет первый человек который будет кричать ой а я ж не знал меня же обманули а я ж думал что это не так поверьте мне это будет первый человек который завтра когда Путина и всю эту гоп-компанию будут судить Кучера первый скажет ой ну извините вот как Дудь его спрашивал по поводу там вот Аскар ты у себя в телеграм-канале выложил вот фейк почему-то не проверил будет как Кучера сказал ой да правда я не проверил ну ладно я сейчас все исправлю вот так же Кучера будет себя вести когда все изменится когда ветер подует в другую сторону простите говорите дальше Алексей а как это работает вот скажите чем патриотичнее твоя речь публичная тем больше у тебя чего ролей корпоративов как это работает я не знаю как это работает потому что я никогда ничего не делал поэтому я в своей жизни все и просрал я никогда ничего не делал как выгодно я не знаю как это работает я знаю только что есть люди которые он никогда не вступал в конфликты на съемочных площадках даже когда можно было в эти конфликты вступить и ну как сказать за правое дело да это человек между струйками это и вашим и нашим не потерять деньги не потерять работу не потерять то не потерять это понимаете как только как только я же не стал ему отвечать Кучера после начала войны меня очень сильно обосрал публично в каком-то интервью при том я не сделал ему в его жизни ничего плохого я никогда с ним не ругался я никогда не высказывался о нем публично что там плохо хорошо просто человек начал обливать меня грязью я не ответил его начали спрашивать журналисты именно по поводу там что Панин занимает позицию антивоенную антипутинскую и на меня вылилось огромное количество говна я промолчал ничего говорить я не стал и честно вам скажу и и и после этого интервью у меня было желание высказаться я взял себя в руки и думаю ничего не буду говорить вот Алексей а вот какое вот какое количество ну примерно как-то можете оценить вы же продолжаете наверное даже с теми актерами как-то общаться которые других взглядов отличных от вас придерживаются какое в принципе количество людей которые поддерживают искренне сошли с ума как охлобыстин с певцовым а какое количество людей просто лишь бы чего не вышло готовы молчать и все вы понимаете что я меня очень много спрашивали о том а вот почему так происходит почему вот люди так себя я не знаю я вам честно я не могу ответить на этот вопрос кто-то сумасшедший кто-то подлец кто-то мерзавец вот по поводу кучера однозначно мерзавец человек вот просто еще раз смотрите я так много провел с ним времени вот бог на одной кухне и были моменты которые мне прям в Аскаре не нравились тогда я никогда не открывал свой рот потому что ну как бы мало ли кому что друг друге не нравится а здесь ну понимаете вот он пытался донести людям что черное белое вот в жизни черное не белое что она еще такая еще такая я действительно смотрел на все это как какое-то безумие я я не молчу только по одной по одной причине мы можем поддерживать ту партию эту партию там ну когда убивают детей когда твоя страна вошла в другую страну в независимую в суверенное государство и развязала эту войну оправданий быть не может для меня это однозначно как у Дудя поверьте я не огромный поклонник Дудя и ну в данный момент когда я наблюдал я был абсолютно на стороне Юры и Юра молодец и он действительно очень хорошо раскатал Кучеру Кучеру было в какой-то момент жалко я смотрел на него просто как на какого-то жалкого человека который пытается проскочить между струйками который пытается чтобы на него не обрушилась там не знаю какая-то народная народное недовольство со стороны людей которые ну он против войны но при этом он понимает что его будут смотреть и ему он поддерживает то есть вы сами каждый нормальный человек все это увидел у человека какой-то не то что у него раздвоение личности и какое-то биполярное расстройство нет у него как раз вот если биполярное расстройство это правда у Певцова Охлобыстина там много таких деятелей а то вот такие люди как Кучера Манучаров вот у них все очень четко в голове усложено да Алексей 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 вы сами сказали что сами никогда не были таким не были приспособленцем но в 14 году вы поддержали аннексию Крыма есть видео в интернете извините может быть неприятно что напоминаю вы жалеете сейчас об этом да просто мы по поводу этих видео уже были десятки интервью и с Димой Гордоном по-моему два по этому поводу и с американцами с Нью-Йорком с Чикаго со всеми с начала войны десятки интервью я не поддерживал аннексию Крыма мне за это видео дико стыдно я за это видео попросил где я бегаю с флагом кто не видел и кричу что Крым наш я за это видео попросил прощения у всех украинцев в большом интервью с Димой Гордоном который мы записывали в Стамбуле я по этому поводу все объяснил я вообще не жил в то время политикой Путином я никогда не верил и в то время в честные выборы но мне было честно говоря плевать на все это с высокой колокольной я еще раз говорю я снимался в кино работал в театре у меня в жизнь была секс наркотики рок-н-ролл мне было глубоко насрать на то что там кто чего и куда политики двигается делает и вот в общем у меня была девушка с 98-го года она сама крымчанка с 98-го года я в Крыму был как дома я не просто приезжал туда в гости на гастроли я в Крым приезжал как домой я дружил с егерями милиционерами пограничниками военными шашлычниками вот со всеми Крым для меня был дом и я вам могу честно заявить откровенно и ответственно большинство крымчан по крайней мере с тех с кем общался я хотели в Россию моя девушка крымчанка вставляла украинский паспорт в российскую обложку ребята пограничники в аэропорту Симферополя снимали фуражку мы курили украинскую и внутри был вышед российский флаг так было сплошь и рядом в Крыму и когда в 14-м году произошла вся эта аннексия Крыма я был на гастролях притом с украинскими артистами мы ехали из Краснодарского края в Сочи там в Туапсе в Крым а потом в Одессу и когда все это произошло я выпивши я в то время еще верил Соловьеву я в то время еще верил в эту пропаганду я в то время еще не смотрел интервью Политковской я не смотрел интервью Литвиненко которого убили в Лондоне это был абсолютно молодой парень Леша Панин которому было на все глубоко наплевать и по пьяной лавочке я взял в руки флаг и сказал что ребятки вот мы идем в Крым Крым наш я не был за Путина не за аннексию я был за этих людей с которыми я пил водку и жарил шашлыки и которые хотели в Россию и я сказал фразу дальше мы идем в Одессу имелось ввиду не я с красным флагом русским флагом не Путин а мы артисты дальше едем в Одессу на гастроли все это была пьяная абсолютная неадекватная дурка за которую мне стыдно ставьте лайки если вы тоже считаете что это правильно начать разбираться в политике и уж как минимум не поддерживать войну и сделать это не поздно в любой момент своей жизни карьеры спасибо большое Алексей что пришли к нам в эфир поговорить счастливо вам а мы наверное будем уже да а мы наверное потихонечку будем заканчивать программу потому что в общем-то это все о чем мы сегодня хотели с вами поговорить пожалуйста не уходите без лайка повторю еще раз нам приятно вам надеюсь не сложно и увидимся завтра а что это все о чем мы Продолжение следует...